Дорогие коллеги, добрый день! Как и всегда, каждую неделю я, Наталья Стенина, рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале, посвященном вопросам экологии. Сегодня мы поговорим о новостях за прошедшие две недели. Сегодня обсудим продление экологических разрешений на 2023 год, новые требования к объектам размещения отходов, расположенных вблизи аэропортов. Новый законопроект о штрафах за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства. Итак, поехали! Важнейшая новость прошлой недели, которой мы обязательно посвятим отдельный алерт, это автоматическое продление разрешительных документов на 2023 год. На прошлой неделе правительство утвердило соответствующее постановление. Это постановление правительства 23 января номер 63. Оно предусматривает автоматическое продление лицензий и других разрешительных документов на очередные 12 месяцев. Документ вносит изменения в два постановления правительства от 12 марта и 12 сентября за номером соответственно 353 и 1589. Как и в прошлый раз, речь идет об автоматическом продлении разрешительных документов, срок действия которых истекает в 2023 году. В экологической сфере это следующие разрешения. Разрешение и лимиты на выбросы и сбросы для анвоз первой категории, разрешение на временные выбросы и сбросы, аттестации экспертов, привлекаемых надзорным органом к экологическому контролю. Кроме того, до 31 декабря 2024 года продлились срок действия положительных заключений ГЭ, если они истекают в 2023 году. При автоматическом продлении разрешительных документов природопользователям не нужно будет ни подавать каких-то дополнительных заявлений, ни уплачивать государственную пошлину. Государственные органы самостоятельно внесут все изменения в реестры и базы данных. Постановлением также предусмотрено, что в 2023 году при проведении повторной государственной экологической экспертизы не нужно будет предоставлять материалы обсуждения по целому ряду объектов. Эти объекты перечислены в подпунктах с 7 по подпункт 7.10 статьи 11 закона об экологической экспертизе. Например, это проектная документация на объекты, строящиеся в границах федеральных ООПТ. Это также проектная документация в отношении искусственных земельных участков, размещаемых на федеральных водных объектах и так далее. Постановление, тем не менее, содержит целый ряд исключений из этого правила. Например, оно не распространяется на документацию по строительству ОКСов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению или захоронению отходов. Еще одна очень важная вещь, предусмотренная постановлением. Оно позволяет госорганам до конца 2023 года своим решением, ну, например, форме приказа, упрощать существующие разрешительные процедуры. Например, государственный орган может решить сократить сроки рассмотрения заявления или сократить перечень документов, которые предоставляются для получения определенного разрешения. Впрочем, такая же аналогичная норма действовала и в 2022 году, и по нашим наблюдениям, государственные органы все-таки этой нормой массово не воспользовались. В этом году эта норма касается государственной экологической экспертизы, выдачи заключения об отсутствии нарушений норм в области охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологических заключений и заключений по санитарно-защитным зонам, государственного учета объектов НВОЗ, утверждение нормативов и лимитов по отходам для объектов первой категории, подтверждение отнесения отходов к классам опасности, выдачи разрешений на выбросы и сбросы для объектов различных категорий. В условиях продолжающегося санкционного давления постановление призвано, ну и обязательно будет способствовать снижению финансовой и административной нагрузки на бизнес. Но при этом важно понимать, что решения о продлении, которые предусмотрены постановлением правительства номер 63, не полностью идентичны тому, что было в 2022 году. Поэтому очень важно всем природопользователям внимательно проанализировать это новое постановление и определить для себя, какие разрешения по-прежнему подпадают под автоматическое продление, а какие все-таки в этом году придется продлять. Еще одна новость прошлой недели касается объектов размещения отходов вблизи аэропортов. Установлены новые требования к таким объектам. Как многие, наверное, из нас знают, 6-й при аэродромной зоне, ну то есть на расстоянии 15 километров от центральной точки аэропорта, запрещено размещать объекты, которые способствуют привлечению и массовому скоплению птиц, ну, например, мусорной свалки. Однако власти планируют разрешить эксплуатацию подобных объектов при соблюдении определенных условий. Для этого правительство дополнило положение о приаэродромной территории. Теперь собственники объектов по обращению с ТКО пищевыми и биологическими отходами обязаны будут до 1 сентября 2024 года провести специальное орнитологическое исследование. Данное исследование должно ответить на два вопроса. Существуют ли факторы, которые способствуют привлечению массового скопления птиц к этому объекту? Ну и второе, достаточно ли меры защиты, которые предприняты собственником, для того, чтобы такого привлечения массового скопления не происходило? Порядок проведения такого орнитологического исследования и форму заключения должна утвердить Минприроды. Полученное заключение необходимо в течение 5 дней отправить оператору аэродрома и Федеральное агентство воздушного транспорта. Если результаты исследования окажутся негативными, то собственник этого объекта должен будет принять дополнительные меры по защите своего объекта от привлечения массового скопления птиц и провести орнитологическое исследование повторно. Если собственник не выполнит эти требования, то в дальнейшем ему запретят эксплуатировать, естественно, этот объект, а далее он может быть даже снесен или реконструирован в соответствии с земельным и градостроительным законодательством. Кроме того, правительство установило рекомендуемое минимальное расстояние от контрольной точки аэродрома до объекта размещения отходов. Расстояние, соответственно, зависит от технологического оснащения этого объекта. Если это объект закрытого типа, не допускающий проникновения птиц, то расстояние может быть 5 или 10 километров, в зависимости от класса аэродрома. Если объект оборудован комплексной автоматизированной системой обнаружения отпугивания птиц, то расстояние могут быть 7,5 или 10 километров, опять же, в зависимости от класса аэродрома. Постановление вступает в силу с 3 февраля 2023 года. Как мы знаем, большое количество объектов обращения с ТКО расположено в непосредственной близости от аэропортов. По некоторым сведениям, это около 170 объектов. Поскольку перенос такого количества пунктов сортировки и свалок на расстоянии более 15 километров от аэропорта может выйти в круглую сумму, по некоторым оценкам, такой перенос может стоить до 70 миллиардов рублей. Правительство решило пойти на смягчение этого запрета. Соответственно, собственникам таких объектов, расположенных в 6-й зоне, рекомендуется ознакомиться с постановлением и запланировать проведение орнатологического исследования, ну а, возможно, уже и неких мероприятий по защите своих поликонов от привлечения массового скопления птиц. Еще одна важная новость. Госдума рассматривает законопроект о введении штрафов за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства. Как все мы помним, 1 марта 2023 года вступит в силу федеральный закон номер 248 ФЗ о побочных продуктах животноводства. Об этом законе мы говорили ранее неоднократно. 248 закон позволяет сельхозпроизводителям самостоятельно решать, к чему отнести побочные продукты животноводства, к отходам или к продукции. Если сельхозпроизводитель все-таки принял решение о том, что образованные вещества это побочные продукты животноводства, в таком случае он будет обязан соблюдать требования по их хранению, перевозке и реализации. Эти требования были установлены постановлением правительства от 31 октября 2022 года номер 1940, о котором мы также ранее упоминали. Пока что законодательство не предусматривает ответственности за нарушение этих требований, и поэтому депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» КПРФ внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Предлагается внести в КОАП новую статью 10.8.1, которая будет называться, соответственно, несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства. Эта статья будет предусматривать штрафные санкции для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении от 40 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 50 до 60 тысяч рублей, а при повторном нарушении от 60 до 70 тысяч рублей. Ну и для компаний, соответственно, от 250 до 350 тысяч за первичное нарушение и от 350 до 450 тысяч за повторное нарушение, что может быть весьма существенной суммой для сельхозпроизводителей. Более того, в качестве альтернативы штрафу предусмотрена и санкция в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, даже если правонарушение совершено впервые. Кроме того, если в результате использования побочных продуктов и животноводства в качестве удобрения произошла порча земель, ну или, например, уничтожение плодородного слоя почвы, то в таком случае предлагается наказывать нарушителей по части 2 статьи 8.6 порчи земель. В указанную статью предлагается внести соответствующие поправки. Сообщалось, что 18 января 2023 года профильный комитет Госдумы одобрил этот законопроект, и он может быть рассмотрен уже весеннюю сессию 2023 года. Законопроект получил положительный отзыв правительства, ну, хотя и с некоторыми оговорками, но мы полагаем, что, конечно, вероятность его принятия весьма высока. Ну, и поэтому сельхозпроизводителям так важно, с моей точки зрения, ознакомиться еще раз повторно и проанализировать постановление правительства номер 1940, оценить, насколько они хотят относить теряные вещества к отходам или к побочным продуктам животноводства, ну и предпринимать максимальные усилия, чтобы эти требования соблюдать, поскольку, как я уже говорила, штрафы предлагаются довольно высокие. Ну, на этом все, дорогие коллеги, большое вам спасибо за внимание, до свидания и до следующего выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова